Двое украинских бойцов ранены в зоне АТО. С начала суток боевики открывали огонь уже 14 раз. На Мариупольском и Луганском направлениях били из минометов запрещенного калибра. Неспокойно и под Донецком. Там обстреляли районы Марьинки, Песок и Авдеевки. На позициях побывал Геннадий Вивденко. Сейчас два часа дня. Среди белого дня противник ведет огонь. По нашим позициям наши пока не отвечают. Держится. Окупанты бьют преимущественно и стрелкового оружия, и гранатометов. Пытаются ближе подойти к позициям. Ну как бы в притул расстрелять хотят. Это вогами стреляют. Ну днем оно в основном тихо. Бывает конечно. Время от времени в районе промзоны Авдеевки пророссийские боевики устраивают пехотные вылазки. Украинские десантники мгновенно накрывают диверсантов огнем. А затем по радиоперехватам считают потери оккупантов. Наблюдаем, да. Откуда. Давайте, наверное, пойдем отсюда. Все таки работают. Все плотно по КМ работают по нам. Подносит нашу позицию на солнце обстрел. Наши солдаты уже привыкли к подобным провокациям. Наемники открывают огонь из гранатометов. А затем выходят в открытый канал по радиостанциям. И обвиняют украинскую сторону в ведении боевых действий. Мол, наблюдатели ОБСЕ фиксируйте. И такая картина по всей линии фронта. К противнику тут считанные десятки метров. Десантник Игорь, несмотря на постоянный вражеский огонь, готовит по братимам обед. Дрова мы имеем, проблем нет. Если заходили, вы видели, что дрова у нас выстачает. У нас штатных куховарей нет. Те, кто умеет лучше, то и готовят. Этот бой зафиксирован штабом оттокок. Один случай нарушения режима тишины. Таких по всей линии соприкосновения за минувшие сутки уже более трех десятков. Войти на украинские позиции в районе промзоны тяжело. Выйти отсюда невредимым иногда еще труднее. Геннадий Вивданко, Сергей Дубинин, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.